Всем привет! Это очередной разбор полетов по предстоящему турниру Найза Fighting Championship под номером 38. С вами Арман Абдрахманов и Мадив Сатай. Мы говорим в этом разборе о соглавном событии вечера. Это поединок Магомеда Кабардива против бразильца, который должен был драться еще раньше на предыдущих турнирах. Но, к сожалению, не получилось у него дебютировать. Это Валмир Лазаро, бывший боец UFC, бывший боец многих промоушенов. Дрался он везде и всюду. Кто такой Валмир Лазаро? Исатай, расскажи, пожалуйста, для тех, кто не в курсе. Ну, начнем с того, что очень интересный персонаж. Не такой классический бразильский боец, у которых комбо из бокса джиу-джитсу. Валмир – это боксер с очень нестандартной такой стойкой, манерой ведения боя, немножко такой корявый. Даже имеет опыт в профессиональных боях именно по боксу, выступал в профи-боксе. Но уже на закате 36 лет для Кабардиева, наверное, хороший соперник в плане продвижения. По этому поединку можно будет судить о маге, что он из себя, в принципе, сейчас представляет на данный момент. Кстати, еще один важный, такой интересный факт. Валмир приезжал в Казахстан, он дрался в Казахстане против Халиева, если не ошибаюсь. Это было здесь у нас в столице. Поэтому с Казахстаном этот парень тоже знаком. Да, он дрался на WFC 35 в Астане, я помню, я был на этом турнире, я, помню, и снимал пресс-конференцию и взвешивание. Тогда объявили о том, что это бывший бойец UFC для меня, как для молодого начинающего блогера, журналиста-репортера. Для меня, конечно, было шоком впервые вживую видеть бывшего бойца UFC. Ну и, скажем так, я сейчас без шуток, потому что до этого ты где там видишь? Это потом уже Жалгас, Сергей и все остальные Шавказы стали бойцами UFC, и ты такой, ну, UFC, UFC. Тогда, в семнадцатом году, это казалось только ничего себе. Но вот единственное, наверное, яркое событие из карьеры Валмира Лазара – это три боя UFC, из которых он в одном поединке одержал победу. Все больше каких-то ярких, таких вот запоминающихся моментов сложно выделить. И он и в своем инстаграме об этом часто об этом говорит. Ну, по крайней мере, все публикации, фотографии вот с тех предыдущих поединков. Мало тренировок, мало какой-то личной жизни, мало там видео или фотографий из боев, когда изучал этого бойца. Но, единственное, что меня очень сильно радует, тот факт, что он, знаешь, приходит в NFC не на серии, там, какой-то, знаешь, сумасшедших поражений, к примеру, там, на серии, там, из пяти поражений. И, знаешь, и бывают же такие бойцы. Нет, он идет сейчас на серии из двух побед. Но самое интересное, что эти две победы были же. Аж последняя победа была в 2019 году. То есть, очень давно в ММА он не дрался. Скорее всего, я предполагаю, что он дрался по боксу, потому что есть у него... Я не изучал этот вопрос очень, там, глубоко, но, по крайней мере, я в Инстаграме часто выходит публикация, связанная с боксом. Поэтому, скорее всего, он, там, переключился на бокс. Но, тем не менее, вот в ММА у него, там, две победы к ряду. Для Магомеда я согласен с тобой полностью, знаешь, в том плане, что для него это такая вот... Не скажу, что ты повышением в оппозиции, но такие бойцы нужны, в любом случае, для карьеры. Потому что до этого ты бил молодых, такие же, как и ты, голодных проспектов, то теперь уже, как в боксе, знаешь, для проверки, там, брак боксера, ему ставят таких вот опытных, там, в прошлом именитых боксеров, спортсменов. И если он их проходит, то все, значит, спортсмен готов более, там, к повышению уровня. Вот, единственный момент только. Знаешь, что, пока мы сейчас, вот, не... пока из головы не вылетело, многие фанаты спросят и писали, кстати, а почему Магомед не дерется за пояс чемпиона. Вот, сначала давай поговорим о Лазаре, то, что я сказал, и о Магомеде, и потом давай ответим на вопрос, почему у Магомеда не за пояс дерется. Вот, просто обычный рейтинговый поединок. Ну, знаешь, Лазар, это, ну, до этого я так скользко сказал, да, но если уже прямо говорить, он может стать таким гейткипером для Кабардио, то есть определенной проверкой. Если он проиграет, то Лазару сразу автоматически становится претендентом номер один. Автоматически. И я думаю, что у Ильдара появится определенная мотивация. Я сильно с ним не разговаривал на эту тему, в принципе, давно не виделся с чемпионом, но у меня есть такое ощущение, что у Ильдара, там, с мотивацией есть определенные проблемы. Он хочет больше вот таких вот соперников, да, экзотических, скажем так. Лазара, да, я сказал, что 36 лет, ветеран, там, давно не выступал в ММА, но в целом, там, не сидел без дела. Он, допустим, если с Магомедом сравнивать, он не такой вышкаленный боец. Он более такой корявый, немножко долговязый, там, не работает, там, какими-то сумасшедшими сериями, да, столько больше боксерский, он, там, на переднюю ногу упирается, там, руки довольно-таки низко держит. Что-то уже интересно для ММА, редкого видишь, да, такое. Ну, где-то вот стойка, знаешь, таких американских боксеров напоминает. Но в этом его и фишка, то есть, у него из 19 побед, по-моему, 11 или 12 досрочных, то есть, в партере он, в принципе, бои не заканчивается, он болевые не едут, он даже и не пытается бороться, если честно. То есть, он борьбой, в принципе, я так понял, так, только в качестве защиты. А так, в целом, все в основном от бокса работает, и здесь он может, конечно, удивить. То есть, это вот такие навыки, которые они, ну, с ним будут всегда, да, то есть, возраст приходит, да, там, навыки, там, уходят определенные функционалка, да, скорость, возможно, не та будет, но удар будет всегда с тобой. То есть, и по поединкам видно, что Лазару жестко ударить он может. А Магомед у нас как раз-таки любит бить ногами, учитывая опущенные руки. Я так думаю, в голову очень много будет прилетать именно с ног. Ну и тут, знаешь, тоже можно махать ногами и напороться навстречный удар. То есть, есть вот такой противоречивый момент в этом поединке. То есть, у обоих друг к другу есть ключи, и это нужно, ну, правильно просто подобрать. Касательно Магомеда Кабардиева, почему Мага не дерется за пояс чемпиона? Давай ответим на этот вопрос, потому что у многих фанатов, когда объявили этот поединок, анонсировали, многие удивлялись. Я, в том числе, если честно, был уверен после его последнего поединка Кабардиева, что он следующий претендент на пояс чемпиона. Ну, это, знаешь, присуще нашему сейчас казахскому ММА, где одноклубники, братья, друзья не могут друг с другом подраться. В каждом весе есть такие спортсмены. Да, да, да. Вот мы до этого разговаривали про поединок Альби с Джохаром Искиен, там тоже есть такой момент. В категории там полулегком весе, где Самосев чемпион, там тоже есть такие моменты. Ну и 70 килограмм тоже не стал исключением. Ну, видишь, в качестве возмещения вот этого вот издержки, вот этой, да, получает, Магомед получает такой лакомый кусочек в виде экзотического такого соперника. Но давай честно, у нас в Казахстане любят бразильцев, там всяких американцев, мексиканцев и так далее. Да, конечно, я с тобой полностью согласен, потому что, ну, на самом деле, так было раньше, да, вот, как было раньше, привозили иностранных бойцов, они дрались против нашей, и наши побеждали. Теперь привозят тоже иностранных, но это не те иностранцы, которые были раньше. Это иностранцы уже посерьезнее, посильнее, поэтому... Ну и плюс и для наших парней тоже, на самом деле, проверка, потому что если ты хочешь там драться где-то за пределами Казахстана, там же не будут только одни Казахи, правильно, там будут и другие бойцы, поэтому я в этом плане нормально к этому отношусь. Ну да, согласен, что для Магомеда, наверное, но зато мы дадим тебе бывшего бойца UFC. Все. Это уже звучит, понимаешь, это уже звучит, поэтому давай поговорим о прогнозе быстро, коротко, к окончании нашего разбора полетов. Все, наверное, прекрасно понимают, что Магомед выиграет за счет опыта, молодости, за счет более, наверное, голодного, спортивного, как объяснить-то, спортивного голода, вот, наверное, он выиграет. Как ты считаешь, Илья, все-таки бегу впереди паровоза? Ну, в целом, с твоими ожиданиями я согласен. Я тоже считаю, что Магомед в этом поединке фаворит, но у Лазара тоже есть свои определенные шансы. Но в целом я вижу поединок таким, что он будет, скорее всего, трехраундовый, то есть продлится все три раунда, и Магомед будет больше осторожничать, пытаться перебивать на дистанции, а вот Лазару как раз-таки будет, не думаю, что он будет изменять свои, там, старые тактики. Он будет постоянно сближаться, пытаться именно с руки достать. То есть вот у нас примерно такой поединок ожидает, не думаю, что там будет такой, знаешь, это два ударника, по сути. Да, у нас же часто два ударника, это вау, там, начнется. Скорее всего, в этом поединке такого не будет. Мага умеет контролировать дистанцию, умеет работать с дистанцией, и он, скорее всего, этим и будет заниматься. Да, очень активно работать ногами, стараться перебивать на дистанции. Лазару будет просто не то, чтобы там сериями заходить, там, зарубаться, а именно как раз-таки будет искать момент, чтобы донести один конкретный удар. Я думаю, разбор к этому подходит к концу. Обязательно пишите в комментариях, что думаете вы по поводу этого соглавного события вечера, по поводу Лазару, по поводу Кабардиева, как, по-вашему, закончится этот поединок. Обязательно оставляйте свое мнение под этим видео. До следующего разбора. С вами были Арман Абдрахманов и Мадеев Сатай. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Найза ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok